Куйбышевский район, улица Войкова. Детская площадка здесь одна на весь частный сектор. Гордость местных жителей. Проект разрабатывали сами, следили за ходом работ. Все для будущих спортсменов. Есть где играть в волейбол, футбол и баскетбол. Рядом площадка для маленьких детей. Зимой заботливые родители заливают каток. Жители своими силами обустроили и близлежащую территорию. Потом мы уже попросили у администрации помочь нам с озеленением. Взяли саженцы, взяли лопаты, все сами посадили. И сейчас все ухаживаем. Сами уходим, ухаживаем, стригем. Конечно, следим сами за площадками, где нужно отремонтировать, где нужно песок подсыпать. По-хозяйски мы относимся к своим домам. Каждый год, что есть, то поддерживается. Поэтому пока сейчас тишина. Хотелось бы больше, да. Потому что песок мы привозим сами, естественно, складываются сами жители. Песок привозим сами. Частный сектор занимает значительную часть микрорайона. Здесь наболевшие вопросы, освещение и внутриквартальные дороги. Многие жалуются и на качество воды. Сейчас общественный совет работает с проблемами, которые можно решить оперативно. Покос травы, обрезка деревьев, покраска детских площадок. План дальнейших действий намечают вместе с жителями. От жителей поступило очень много замечаний. Мы провели очень много встреч. У нас большой объем вот этих вот замечаний и жалоб от граждан, от населения. Так же и своих личных, потому что я тоже житель этого района. Знаю проблемы, где мой дом находится и приезжающей территории. На проблемы района нужно смотреть на месте, а не своих кабинетов, считают общественники. Этот принцип заложен и в реформе местного самоуправления, реализуемой в Самаре. Стать власти ближе к людям помогут общественные советы. Следующим шагом станет формирование районных советов депутатов, выборы в которые пройдут 13 сентября. Валерия Макарова, Сергей Баскин, События.